Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады вас приветствовать в стенах Высшей школы экономики. Вновь рады видеть и студентов других вузов, и коллег также из других университетов города Перми. С радостью представляю вам Евгения Викторовича Анисимова, профессора Высшей школы экономики, город Санкт-Петербург, автора прекрасных книг по истории России, увлекательных и необычных. Вот вчера буквально у нас была замечательная лекция, которая посвящена была историческому контексту живописи. Ну а сегодня тема увлекательная, интересная, необычная женщина у власти. И мне также хотелось бы напомнить, что Евгений Викторович автор замечательного курса, онлайн-курса по истории Санкт-Петербурга. Поэтому если кто-то захочет подробнее узнать историю Санкт-Петербурга, вы всегда сможете прослушать лекции Евгения Викторовича. Итак, пожалуйста, передаем вам слово. Спасибо. Значит, я сначала... Слышно меня там, да? Некоторые воспоминания. Глухое советское время, 1985 год. Я занимаюсь податной реформой, крестьянами Северо-Запада. Это чтобы не заниматься ничем советским, я терпеть не мог советскую историю и все, что... То есть не советскую историю, а так, как ее изучали и интерпретировали. Вот. И я не знаю почему, но я решил написать книгу о Елизавете Петровне. Значит, это... Ну, вообще, я люблю женщин в истории. И вообще, я считаю, что женщины всегда спасают честь России. Что они действительно, вероятно, это так, что наша страна, это страна Богородицы, да? Знаете, что икон Богородичных у нас около трехсот. И я вот, между прочим, приезжаю в каждый новый город и всегда иду в церковь, потому что там иконки продаются. И вот я уже 75 иконок собрал Богородицы разных. Но не в этом дело. Моя Богородица была Елизавета Петровна. Она протянула мне руку и вытащила меня из советской историографии. Как это произошло? Я написал эту книгу, и поскольку я работал в институте истории, я поехал в Москву в издательство «Наука». И мне редактор говорит, ну, вежливо говорит, но примерно текст был такой. Дурачина ты простафиля, зачем ты мне принес эту книгу? Я говорю, а почему? Кому она нужна, твоя Елизавета? Вот если бы ты там написал о Петре, о Иване Грозном, это еще понятно. А это что? Веселая царица была Елизавета. Ну, я, да, говорит, и что за название книги Елизавета Петровна? У нас принято только три царя обложки. Иван Грозный, Петр Первый и Борис Годунов. Я говорю, а почему Борис Годунов-то? Ну, как, там Пушкин, значит, опера и все такое. Ну, уже, говорит, как-то иначе называть такую книжку. В общем, меня вытурили, я пошел в издательство «Мысли». Издательство «Мысли» была, да, уже 86-й год, началась как бы перестройка, и тоже редактор говорит, ну, что такое Елизавета Петровна? Вот, у меня сейчас партийное собрание будет, а тогда партийное собрание длились по два часа, обсуждали всякие проблемы. Вот, посиди у меня в кабинете и придумай 10 названий. Ну, чтобы не было имени Елизаветы. Ну, я, значит, собрался, сидел, сидел, думал, в конечном счете ничего у меня не получилось. И книжка, что-то я уже забыл даже, как она называется. Ну, одним словом, это было примерно так, борьба за власть в середине 18 века. Значит, слово «борьба», это, вот если вы в библиотеке откроете указатель на слово «борьба», то в советской историографии было два популярных слова «борьба» и «крах». Значит, «крах белого движения», «крах Керенчина», вот, и «борьба», соответственно, всякая. Вот. «Борьба за власть в середине 18 века», эта книжка называлась. И ее издали. Я был в полном восторге. Еще был наивным, полагал, что выход книги может еще изменить чего-то. Ну, потом эти иллюзии рассеялись. Да. И мне заплатили совершенно чудовищный гонорар. Там я получал, как старший научный сотрудник, 180 тысяч, а мне заплатили 10 тысяч рублей. Я сразу дом купил в деревню, москвич купил. Вообще кошмар. Одним словом, возвращаясь к этой теме, я наступила уже перестройка, уже рухнул Советский Союз, и издательство «Молодая гвардия» мне предложили эту книжку переиздать. Я ее, да, описал ее еще в докомпьютерное время. Вы вообще не представляете, что такое докомпьютерное время писать, когда на машинке печатаешь, потом это все переправляешь, снова перепечатываешь. В общем, я положил книгу, начал ее переписывать. А из-за того, что она проходила и цензуру, и там Николай Иванович Павленко, который очень ко мне хорошо относился, заставил меня вставить разделы о классовой борьбе, о экономике, в общем. И я понял, что это барахло, что я это вообще... И заново написал новую книжку. То есть это первый раз, когда я на одну и ту же тему написал две книжки, они очень хорошо отражают время, в котором мы живем, да. И в этом смысле для кого-то Михаил Сергеевич Горбачев – ужастик, а для меня он вообще мне позволил развернуться в этом смысле. И книжка эта пошла. Она выдержала пять изданий, много переводов на разные языки, и последнее издание уже просто вообще нахально называется «Фродита на троне». И вот эта эпоха после Петровской меня всегда привлекала, потому что вообще нет неинтересного, неинтересных эпох. Нет неинтересных людей, просто нужно вытащить из этого что-то, что-то, что привлекало и твое внимание, позволяло развернуть весь свой павлиний хвост знаний об эпохе и тому подобное. Ну вот. И неизбежно выходил на какие-то общие вопросы, связанные с особенностями вот XVIII века, и в частности правлений женщин. Потому что вообще мы знаем, что наше общество до сих пор является, ну, так скажем, не особенно толерантно к женщинам, вообще, грубо говоря, шовинистично. А тут 75 лет у власти были женщины. И не просто женщины, а женщины второго сорта, то есть девицы и вдовицы, что по критериям XVIII века и прежних эпох считалось нонсенсом, потому что вдовица должна пойти в монастырь, а девица, соответственно, выйти замуж. И если она перезрела, то туда же в монастырь. А тут вот правили женщины. И какие-то общие соображения по этому поводу я отражаю в этой лекции. Ну, вообще, женщин в русской истории XVIII века довольно мало. Вот они перед вами, в сущности, представлены женщины, которые правили, это я составил не для вас образованных, а для простых людей. Хотя, с другой стороны, я написал книжку «Женщины на русском троне», и мне одна женщина сказала, вы написали замечательную книжку, потому что я их стал различать. Вот это очень тоже важно, чтобы... Прости. Одна из целей, чтобы вот этой книжки «Женщины на русском троне», чтобы могли различать их. Потому что у каждой своя судьба, у каждой своя жизнь. И вообще трагическая, трагическая вообще вся эта история. Ну, говоря о том, что XVIII век был шовинистический век, который вообще женщину не считал за полноценное существо, все это, конечно, идет от церкви. От церкви. Когда Евин корень сатанинский, да, и «Женщины сосут греха, вместилище порока». Это до сих пор русская православная церковь, в общем, придерживается этих представлений, и этот структурообразующий фактор существует до сих пор. Мы видим, как женщины в нашей церкви только полы моют, да, и свечки меняют. Вот. А дальше их никуда не допускают. Хотя в мире уже многое изменилось. И, конечно, господство норм домостроя, изначальной греховности, неполноценности женщины, написанной монахом, который никогда, как бы, к женщине, с женщиной не имел отношения, и, соответственно, все строил на теоретических соображениях прошлого. Хотя, вот внизу вы видите, как, значит, в Евангелии сказано. Все вы в Христа хрестившиеся, в Христа облекались. Нет уже ни иудеи, ни язычников. Но мы-то знаем, что есть иудеи, что это тоже структура, образующий фактор православия. Нет ни раба, ни свободного, нет мужеска пола, ни женского. Вопреки этому, все господствует верхний принцип. И право, право очень жестоко обращал с женщиной. Традиционно, ну, конечно, женщина получала меньшее количество ударов кнута. Но только потому, что она хуже их выдерживала. Не потому, что она женского пола. И казни. Вот перед вами одна из типичных казней. Женщина, мужоубийца или изменница закапывалась в землю вот так по грудь. И известные случаи, достоверные, месяц таким образом жила, пока не умерла. Рядом обязательно стоял охранник, чтобы собаки не сожрали, чтобы собаки не убили. И вот в этом, да, и только иностранные дипломаты, это есть об этом свидетельство, просили Петра, чтобы все-таки женщину, которые, они ходили к дворцу Петра, чтобы все-таки ее как-то убили или что-то с ней сделали. И эта традиция, она и до сих пор жива. Вот вам, что, то, что происходит в Саудовской Аравии. И потом забивают камнями. Вывод, который следовал из всего, что я вам сказал, что женщины не способны заниматься делами, требующие умственных, волевых усилий, особенно, если это касается управления государством. В русской истории можно выделить несколько харизматических женщин. Соответственно, Боярне Морозова, царевна София, Наталья Алексеевна, сестра Петра Великого и княгиня Дашкова. В общем, это на пальцах перечитать. Ну, собственно, и сейчас сколько мы женщин верховной власти можем все считать? Не больше четырех. Ну, влиятельных, я имею в виду. там, Матвиенко, Набиулина, там, Голиков, ну, и все. Я бы вообще был сторонником квот, чтобы женщины по квоте попадали в верховую, высшие органы власти. Ну, ладно, это отдельно. Вот, я вам знакомый Василий Никитич, который во время переворота верховников как вы знаете, начали с обсуждения устройства государства. Василий Никитич был сторонником заведения на престол в герцогине Курлянской Анны Иоанновны и писали проекты. И, в частности, в проекте было такое слово, что, конечно, мы довольны, мол, императрицей, однако же, как есть персона женская, таким многим трудам неудобно и законов не достает. Для того, на время, доколе нам всевышний мужского персону на престол дарует, потребно нечто в помощи ее величества учредить. Был создан кабинет министров. В этом не было никакой, как вы понимаете, кромолы. То есть, это вообще принято и Татищев это, соответственно, отражал. Причем, Татищев это делал спокойно, потому что до этого нечто подобное было. Вот указ Екатерина образования Верховного Тайного Совета. Мы сей совет учинили Верховным и при Баку нашем, не для того, чего, не для чего, иначе, только Добона и всем с чашком времени правительства. Ой, кстати говоря, здесь плюс 12 вообще. То есть, у меня там будут не некоторые слова, которые детям нельзя слушать, но это дальше. Детей нет, я думаю. Ну, особо нет. Нет, дело в том, что у нас на лекции регистрируют школьники, на самом деле. Да. Да, Сейчас. Поднимите руку, кто школьники. О! Ну, тогда я буду пропускать какие-то кадры. Хотя все знакомы с этой лексикой, она просто упоминалась в текстах. двенадцать. Но двенадцать вопрос. Двенадцать? Восемнадцать, так что семнадцать. Нет, ну просто, когда мне, когда я в стиле рекрутинга, читаю, в курсах рекрутинга, читаю в школе, то я какие-то... А тем привлекает. И много собирается студия этих, выпускников. Одним словом, нам вспоможение и облегчение учинил. То есть, Совет создан, как известно, для помощи императрице. Да. И вот они, значит, заседали. Заседали, решение приносили императрице, которая их подписывала. Вот. Сама она, конечно, не присутствовала на заседаниях Верховного Тайного Совета. Из всего этого следует следующий, по своей слабой природе, по своему изначальному призначению женщина неполноценна. Она не может нести и обязательно нужны советники мужского пола до тех пор, пока на престоле не будет мужчины. И главный посыл тогдашнего умонастроения был то, что вот женщина может быть подобным мужчинам. рудимент этого сохраняется и в современном жизни, когда вдруг говорят о, у нее мужской ум. Это вот, не поднимая это, люди говорят, как бы возрождая прежние представления. Значит, история вот это ордена Святой Екатерины с девизом трудами сравнивается с супругом произошла в 1711 году, когда русские войска двинулись побить турок после Полтавского сражения. Казалось, что че здесь мужики в широких штанах, мы их всех там разобьем в пух и прах. А русская армия оказалась на прутье кружена вот там черненький такой месяц, окружена турецкой армией превосходящей в четыре раза и дело шло вообще либо капитуляции, либо гибели, потому что прорвать окружение было трудно, ибо турки сразу начали возводить валы вокруг русского лагеря и ставить пушки, то есть делать как бы крепость повернутую внутрь. И Петр в последнюю ночь перед штурмом начали сжечь все бумаги, все, что могло как попасть в руки врага, уничтожать там все, что не нужно, чтобы прорваться, а это смертельно было. Он ушел в свою палатку последнюю ночь провести перед страшным вообще испытанием, до этого он послал в Москву письмо, где было сказано, что если я попаду в плен, то не верить ни одного моему указу, а выбрать между собой на мое место. И согласно легенде, подтвержденной многими доказательствами, Екатерина, которая была с ним, а были с женами многие офицеры, генералы, там Бабий Вой стоял, естественно, она пошла к фельдмаршу Шереметьеву и собрала военный совет, который постановил все-таки наладить с турками переговоры. И якобы она вывалила на стол все свои драгоценности, которые ей подарил его жизнь. Драгоценностями точно не знаю, но три бочки с золотом были отправлены с Шафировым, который отправился в турецкий лайнер. И был заключен мир. После этого русские войска вышли без счастья. И вообще этот пруткий мир привел вообще к небратимым последствиям, в частности, к разделу Украины, когда пришлось правобережье отдать полякам. В итоге все проблемы Украины до сих пор связаны с ее различиями. Вот это результаты такого необдуманного похода. И в 14 году Петр учредил орден, награждая жену орденом, он сказал, что орден учрежден в память пребывания ее величества в баталии с турками, где в такое опасное время не как жена, жена это женка, это женщина, но как мужская персона видимо всем была. В 23 году, когда он ее решил короновать, опять он вспомнил этот прут и муж своей боевой подруги, которая вела себя не как слабая трусливая женщина, а как мужчина, что заранее предполагает мужество, самообладание, смелость, ум, все достоинства мужчины. Вот за что он ее наградил. И действительно, она как боевая подруга его сопровождала во всех походах, даже будучи беременной, и вот ее самотверженность он всегда ценил, но правда она еще за ним присматривала в это время. В 24 году в коронации Кремле была, и опять вот эта тема сплыла в речи Феофана Прокоповича, такого теоретика, опять этот уже навязший всех зубах прусский эпизод, что вот сочетание добавило еще качество боголюбия, любовь к мужу, семье, любовь к отечеству. Вот это очень важно, понимаете, любовь к отечеству, это не присутствовало никогда в определении женских качеств, а здесь оно конкретно проявилось. И с Екатериной опять же вот эта тема женская плоть не умаляет великодушия, то есть достоинства и всех совершенств. Вот видите ее коронационное платье, вот такой она примерно выглядела, оно до сих пор есть это платье. Когда умер Петр, то его хоронили очень долго, там шесть часов похороны были, и речь Феофана Прокоповича, кстати говоря, одна из ярчайших явлений русского устного слова, она короткая, ее за 10 минут прочитать, это понятно, люди шесть часов шли в этом на холоде, там гололед и устали, и длинные речи разводить было некогда, никто бы не слушал. И вот Феофан, он большой знаток, он замечательную речь произнес, которая начинает словами, что делаем мы россияне, что мы чиним, Петра Великого погребаем, о горе, нам и так потрясающая речь. Но вместе с тем, переходя к, как бы сказать, положительному аспекту всего этого дела, он обращается к императрии, к вдове, и там говорит, ну, примерно так, тесней сплотимся возле трона, вот, политбюро, сплотимся вокруг трона, потому что весь мир свидетелей, что женская плоть не мешает быть тебе подобно Петру Великому. Понимаете, опять, опять вот этот мотив, что хоть ты женщина, но подобно Петру, отчасти, потому что там жена и прочее. Да, и дальше, призывая сплотиться у трона, утешить государы, не матерь вашу, утешайте себя несомненным познанием Петрова духа в монархии нашей видящей, ибо яко не весь Петр отошел от нас. То есть, вот это, понимаете, реинкарнация, то есть, переход, переход духа Петра в дух в женщину. И тем самым ее, значит, следует высоко почитать. Ладно, немножко отстранимся от дальше царицы, хотя дальше пойдет речь. Как реагировало общество на присутствие женщины на троне? Ну, большая часть равнодушна была. Ну, все равно, какой там вообще, да хоть конь. Это совершенно для людей многих не важно. У меня свои проблемы, как говорится. Мне там не важно. Но вместе с тем русское общество, не имея как бы иных органов передачи информации, кроме слухов, постоянно держало женщину власти в поле своего внимания и непрерывно комментировало. Эти комментарии, как вы понимаете, почему я спрашиваю про плюс 12, они далеко не были как бы сказать цензурны. И я, написав книжку о политическом сыске, несмотря на свободу 99-го года, многое не мог опубликовать о том, что общество говорило о женщинах власти. Ну вот, и, да, очень интересно, вот, материалы политического сыска очень хорошо свидетельствуют о том, что общество очень было информировано благодаря слухам, благодаря старухам, благодаря рынкам, базарам, когда информация не передавалась непрерывно, мне удалось проследить совершенно потрясающую историю, когда там солдат копал канаву возле дворца, было открыто окно, и он слышал, как императрица Елизавета позвала своего фаворита Алексея Зубовского и сказала, о, Леша, подойди сюда, у тебя штаны свалились, да, я тебе подвяжу. И этот слух, соответственно, пошел по всей стране и до Ходска. И брали все время людей, которые этот слух распространяли, пытаясь выявить вот эту распространитель слухов, пока на этого солдата не вышли. Вот, и поэтому слухи, слухи рисовали общество таким образом, да, антифеминистки в основном. и под этим давлением общественное мнение, с этим общество правящие монархи считались. Это только кажется, что власть не считается общественным мнением. Императрица Елизавета Екатерина описывает, как она пришла к власти. Ну, там много чего мифического, но один эпизод очень примечательный. Она говорила, когда я приходил на вечеринки, разные там балы, то я в первую очередь шла не танцевать, как мне хотелось, а к старушкам, которые сидели вдоль стен и рассматривали молодежь. И я с ними разговаривала, я им значит спрашивала их болезнь, как лечить болезнь, они мне говорили, какая нынче пошла скверная молодежь, и все. Я знала, как их всех зовут, как их зовут собак, дурок, их всяких. И в день рождения посылала свои оранжереи, цветы и фрукты. Не прошло двух лет, как слава обо мне распространилась по всему Петербургу и по всей стране, потому что эти женщины гораздо больше влияют на общественное мнение, чем молодые. Ну, правда, еще она не упоминает, она еще дружила с гвардейцами, и один из них был ее фаворитом. Ну, неважно. И поэтому они внимательно слушали. И первое, что сделала Екатерина, придя к власти, это сделала наследником престола Петра Алексеевича, сына царевича Алексея, который мужского пола, как вы видите, и он и тем самым как бы успокоил общество, что я вот умру и придет мужчина. Значит, с Анной Иоанновной было тяжелее. Она была вдовица, поэтому в 1731 году принят уникальный, беспрецедентный закон. Вся страна присягала верности неродившемуся младенцу мужского пола от будущего брака 13-летней племянницы Анны Леопольдовны и ненайденного еще иностранного принца. Ну и наш народ покорный он присягнул неизвестно от чем. Анна Леопольдова и так продолжалась 8 лет. И действительно Анну Леопольдову нашли Антона Ульеха Бруншвейского и в 40-м году она благополучно родила Ивана Антоновича, то есть как говорится все произошло как по-писанному а не как итальянцы говорят но квадро не совпало а то все совпало квадро и в этом смысле как бы снова баланс был установлен дальнейшей истории я не буду рассказывать Елизавета Петровна она тоже неподходящая кандидатура вообще девица с плохой историей которой тоже все знали всю ее историю любовных похождения она тоже она пришла к власти где кроме популярной темы изгнания иностранцев засилия иностранного влияния фигурировала тема реинкарнации потому что первое что она воскликнула в тот момент когда вошла к казарму братцы кто я дочь Петра Великого то есть опять вот это нужно было подтвердить ну правда она до этого много делала чтобы расположить гвардейцев все со всеми она была на ты потому что она их была крестной матерью их детей а крестное родство крестное родство было важнее даже этого самого кровного сразу же люди переходили на ты вот ну это одно дело а другое дело вот символическое тело Петра в ней в нее перешло и возродилось и это было главной делогемой царствования потому что она сразу же приказала ликвидировать все старые законы между Петром и ей и ввести все Петровское ну это конечно не получилось но не важно значит и точно же она объявила наследником престола племянника своего внука Петра Великого Карла Петра Ульриха который Петр Федорович который стал Петром Третьим она его посадила в золотую кредку и тем не менее вот это тоже как бы характерный ход сложнее было опять же с Екатериной Второй которая как вы тоже понимаете была вдовица а у нее был сын Павел Петрович который у которого был воспитатель Никита Иванович Панин который готовил его к вступлению на престол по достижению 17 лет так я нормально значит и одним словом Никита Иванович готовил Павла к занятию престола но Екатерина пришедшая к власти совсем не хотела уходить от власти здесь был известный конфликт но Дамоколов меч брака всегда висел над этими царицами потому что внебрачное состояние казалось зазорным непригодным негодящимся и в 1744 году тайно Елизавета венчалась Алексеем Разумовским до этого к ней приезжали непрерывно из-за границы женихи девятнадцатих которых всяко высылали назад а когда значит в России ничего тайного не бывает все знали об этом браке хотя он был заключен в подмосковной деревне в сельской церкви в присутствии 5-6 человек потому что Елизавета была верующей ей было это как-то очень важно вот значит с Екатериной происходило тоже она хотела она очень любила Григория Орлова они 10 лет жили в такой тесной она рожала от него детей и Орлов очень хотел жениться на ней Апанин который был очень влиятельный как воспитатель наследник у него была даже как в этом смысле гарантия он выразился это дошло до императрицы где было сказано что императрица может поступать как ей угодно но госпожа Орлова никогда не будет императрицей российской понятие консорта то есть как бы сказать сожителя безвласти не было принято в России должен править мужик в этом смысле вот все вокруг этого происходящего очень существенно вот и Екатерина тоже тайно вышла замуж за Потемкину в усадьбе черная грязь которая нынче называется Сарицына совершенно не случайно но до этого шли непрерывные слухи о идеальном решении чтобы брак чтобы Екатерина заключила брак с царевичем Ивана Антоновичем царем Ивана Антоновичем который сидел в Шельсельбургской крепости он был примерно ее ровесник она в 29-м году родилась вот а значит он родился примерно так ну одним словом одним словом ей было очень важно чтобы ну чтобы этого не было она приехала в в Шельсельбургскую крепость посмотрела на него а потом приняла инструкцию в которой было сказано что при попытке его освободить его охрана обязана убить я уехала в Прибалтику и в это время Мирович пытался освободить Ивана Антоновича и охрана его заколола он с ними боролся они его убили и когда судили Мировича то факт инструкции этого пункта не было оглашен что сильно облекает императрицу подозревать мы поможем ее подозревать в том что она поступала как Иосиф Виссарионович который в свое время говорил нет человека нет проблем что же хорошего в женском правлении очень много хорошего во-первых женщины гуманны как властители ну в самом деле перед походом в казармы в казармы этого самого прибраженского полка Елизавета молилась перед иконой и обещалась не казнить никого и действительно мы за 20 лет и управления не можем найти ни одного смертного приговора ну людей конечно пороли первым в Сибири отсылали но но все же когда наступило время действительно нужно было казнить Мировича палача не могли найти потом нашли одного мясника который долго репетировал на баранах даже это было вновь вновь и гуманность ее она конечно дала самодержавие как Александр Борисович Каменский написал самодержавие с человеческим лицом и по-настоящему возникло такое непоротое поколение которое не уже при Екатерине развернулось во всю и очень важно было важно очень эпохой как вы знаете Екатерина организовала Смольный институт где маленьких девочек воспитывали и в уставе были сказаны совершенно феноменальные слова что институт создан для воспитания матерей будущих граждан России не граждан а матерей будущих граждан легко можете представить декабристы это поколение Александра вот то есть вот эта гуманность правления женского она была конечно заметна всем и эстетика понимаете эпоха Елизавета Петровны она была воплощенной дочерью барокко вообще все ее дворцы они как рама вокруг ее она обожала барокко а Екатерина у другого совершенно стиля человек ну она за одну ночь вообще смена произошла стиля барокко на классицизм Екатерина не подписала проект расстрелили который должен был гостиный двор построить вот так а построили его в том виде в котором он сейчас гостиный двор в Петербурге да и еще тут очень важно не знаю будет ли у меня там дальше в общем вот этот весь дворец царскосельский он был создан как сцена как сцена когда люди заходили в первый зал то они видели анфиладу анфиладу уходящих зал так антикамор как называем уходящих одна из них это интерный кабинет уходящих в такое необыкновенное золотое пространство свеченное еще солнцем и вот эти двери вот так вот распахивались и там в глубине появлялась такая золотая бриллианта сверкающей точкой она приближалась приближалась играла музыка и видели как входит императрица входит императрица в огромный в огромный танцевальный зал сразу же гаснет свет то есть задергиваются занавеси с помощью пороховых ниточек зажигаются сразу сотни свечей в люстрах и простенках а в простенках около трехсот зеркалов и вот это ну вы можете себе представить когда мы свечку в зеркало подставляем сколько там и это все начинает необыкновенное пространство и в общем можете себе представить что это такое путь власти мужчина вряд ли этого возможно это все осталось нам и вообще вот эти дворцы которых которые вы можете видеть в Петербурге это дворцы счастья это не для страданий не для трудов а для наслаждения потому что главное в жизни это наслаждение от труда от всего прочего да и в том числе значит в третьих очень важно кроме эстетического огромная роль женского начала в становлении русского разговорного языка и женщинам приписывается московское употребление акующего произношения сокращение гласных сложных сочетания типа чек распространение французского прононца и почти полное выдавливание светской элиты церковно-славянского произношения потому что женщины не получали церковно-славянского образования и это вот можно прочитать произношение петербургское это язык двора а в России это очень важно потому что двор как эманация распространяет да и до сих пор распространяет вот эти токи моды токи интересов помните как ну бы то не помните вдруг у нас стали все увлекаться теннисом да теннисом почему потому что Ельцин был теннисист так сказать потом была борьба не знаем что будет дальше значит в четвертых вообще не следует преувеличивать значение домостроя которым значит было главным в отношении женщины в пределах дома и не следует вообще преувеличивать забитость русской женщины которая сидит в тереме покорная жена и ничего собственно там не делает все было гораздо сложнее вот домострой казалось бы ужасная вещь почитайте никакую вину ни по уху ни по лицу не бить ни под сердце кулаком ни пинком ни посохом не колоть ничем железным и дерианным не бить можете представить что это запрещается значит это было кто в сердце бьет с кручины многие беды от того случаются слепота глухота ну да 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 плеть уже наказывай осторожно бить и разумно и больно и страшно и здорово то есть не не до смерти рубавку задрав плеткой постигать за руку держать по вине смотря поучать чтобы обиды не было и вот жалобы тоже не было в спальне плетка должна висеть плетка должна висеть это как бы сказать это так было принято но кто кого бил это отдельный разговор есть немало дел связанных еще с 17 веке когда прибегает под ячь приказ и жалуется что его жена значит ему руку искусала и топором его значит ударила этот домострой то есть я хочу сказать что реальная роль женщины она была значительнее чем это можно было представить вот понимаете в референтной группе он конечно хозяин мощный мужик и он все повелевает а когда он приходит домой то не совсем так я вам скажу замечательная книжка моей приятельницы американской Мишель Морезе бабье царство дворянки владения имуществом в России очень хорошо показывает реальную роль женщины и Строганова и значит и у Демидовых и у многих других женщины управляли большими объемами хозяйства и владений и кроме того Морезе она замечательно сделала вывод что русская женщина обладала большими юридическими правами чем ее товарки в западноевропейских странах что при опале мужа женщина могла по закону вернуть себе все приданное хозяйство имение и жить в них спокойно и могла не ехать в Сибирь собственно подвиг декабристок этот подвиг действительно такой христианский а очень многие не ехали а какого черта я за ним потащусь одним словом все это очень сложно да и потом нельзя преувеличивать забитой женщины вот в 1719 году вышло такое из западных источников добавленные нашими юночественное зерцало где молодому человеку нужно объяснялось как ему себя вести некоторые вещи можно сказать и студентам не грех повторить ну там например когда сморкаешься в платок долго не рассматриваешь вот или или не городи забор из костей возле своего не дуй в уху в жаркое чтобы не летело масса всяких советов полезных чтобы твои ногти не были как написано бархатом обвязаны чтобы не было грязными так вот там есть раздел девичьей чести и добродетель и венец что написано перед этим я хочу сказать что очень часто в законодательных актах и в различных источниках запрещается то вот как негатив что было реально в жизни то есть вот послушайте что запрещается непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает бегает по причинным местам и улицам разине пазухи садится к другим молодцам и мужчинам толкается локтями а смирно не сидит и поет блудные песни веселится напивается пьяна скачет по столам и скамьям дает себя по всем углам таскать и волочить як и стерва ибо где нет стыда там и смирение не явится вот это понимаете реальная картина которая запрещена то есть то что Петр вывел женщин на этот самый на подиум русской жизни они уже давно были готовы к этому и они с удовольствием восприняли и начали со своих мужей требовать там наряды которые стоили там не одну деревню и значит в пятых с правлением женщины верхи смиряются потому что придворная жизнь и двор является символическим пространством женщины как и вообще дом и дела как вообще Гестия Афродита и эта жизнь жизнь двора распространяет свое влияние и жен придворный придворный женский придворный мир и женский мир становились значит роднозначными и более того придворная сфера противопоставляется полю войне вот истинному занятию мужчины воина придворежет мужчины человека требуют цены и качества не мужества а они изначально приписываются женщине а это что умение нравиться льстить господину словом искусство угождать а также вести постоянную борьбу за перенство с помощью интриг двоедуши умение лгать и наконец изобретать различные способы красиво бездельничать вот как бы сказать придворный жизнь которая которая как бы меняет природу человека и в социологии это очень хорошо имеет свое определение короче божеское мужчина при дворе занимаются женскими делами недаром такое выражение из полковники над котлетами или пулярками то есть занятые всеми ритуал церемония танца музицирование пения это все женское занятие считалось галантно изысканной манере мужчина невольно утрачивал мужественности в одежде повадки помните у этого самого Пушкина когда значит Герман по тайной лестнице пробирается к графине и там такое написано здесь наверное 50 лет назад одетый в лазоревое украшенный всякими причиндалами пробирался к ней любовник вот и это очень характерно вот это это придворная жизнь как бы разлагала человека и появилось такое есть такое понятие андрогинность андрогинность которая ну вы наверное замечаете вот идет человек и думаешь девушка это или парень на обувь смотришь тоже ничего не решает вот это вот это какое-то промежуточное состояние оно называется андрогинность и в 18 веке выливалось понятие 5 метра то есть кокет кокет щеголь который который в общем символизирует женское такое начало и Шувалове Елагин написал такое стихотворение как он пред зеркалом сердясь воздыхает и солнечные лучи безумно прокляет потому что загар это свойство простолюдина это крестьянин мне с жару их лице он черен стал хотя он отроду белее не бывал тут источает он все благовонные воды которыми должат нас разные народы ревгош и зная к новостям весьма наш склонный нрав смеются ни за что нас трое деньги взяв это точно исчез потом взяв ленточку кокетка что дала стократ он кричал уж радость как мила меж пудренными талента волосами кафесу шпажному оружием между прочим фигурными узлами в знак милости и он начался прицепить и мыслил час о том где мушку налепить одевшись совсем полдня он размышляет по вкусу или одет но там дальше такой же дурак как все остальные а про Иван Иванович Шувалова тут не совсем правильно хотя он был действительно пятиметр но московский университет академию художеств все таки основал тоже между прочим не случайно женскому правлению да и под влиянием вот этой феминности двора и границы между чем я вам сказал стираются и возникает андрогимность способность соединять качество мужчины и женщины в поведении и языке а языки особенно характерны у меня значит есть американец который который знакомый он так полюбил Россию русских женщин живет в Москве и говорит совершенно женским диалектом вот просто вот видно московский московский выговор московских барышей вот некий третий пол появляется и даже вообще невозможно различить кто кто из них мужчина кто женщина вот и Елизавета устраивала маскарады с передеванием тоже очень интересный эпизод мужчины одевали женское а женщина мужское конечно она хотела показать свои ножки потому что это было невозможно в этих платьях но тем не менее это очень тоже символично когда вот эта грань стирается и становится проницаемой проницаемой отсюда очень интересная замеченная в литературе в источниках тяга женщин к настоящим мужчинам часовым пахнущим потом редькой водкой грубым мужланом слугом разного рода и известная история с императрицей Елизаветой Алексеевной которая сошла с гвардейцем и которого по приказу тайному приказу брата царя Константина Павловича убили вот это вот этого можно любить вот что настоящий девиз настоящего мужчины тогда родившийся пыль пудра героя это вам не то как там мужчина перед тем как ехать во дворец уже одевшись и одев парик еще сверху халат накидывали и входили в комнату которая была как сказать напудренная то есть туман с пудрой и он проходил туда обратно и потом снимал халат и шел ехал во дворец пыль пудра героя императрица Мария Федоровна очень любила двух мускулинных мужчин это значит Багратион грузинский грузинский и Атаман Платов Атаман Платов вообще русского языка не знал и о нем говорили что в войну 1812 года он поворачивал карту так чтобы из Петербурга смотреть на то что где происходят события они были ее фаворитами но она с ними очень любила общаться это потому что потому что при дворе были исключительные ничтожества давайте это просто повторение того что вот помните войну и мир где значит князь Василий да князь Василий понятие царедворец стало призрительным призрительным потому что это олицетворяло ничтожество лживое склонное к измене вообще мерзко и Лев Толстой очень хорошо вот князь Василий значит отражает это примечательно тоже и впоследствии двор его его истинные люди ну то есть люди интеллектуалы они презирали презирали двор и например Анна Тютчева которая была при дворе фрейлина императрицы Марии Федор Марии Александровны жене Александра Второго она она писала императрица очень ее любила и с ней вела интимные разговоры ну там сложная у Александра Второго вся история была и тетчева пишет я не могла понять что чем я тут занимаюсь с одной стороны я ближайшая подруга но вместе с тем я должна носить зонтик за ней как как сочетается и вот это как бы интеллектуальное родство с обязанностями прислуги в сущности слуги и она потом ушла известная ее история вот это и двор в конечном счете он уже к 20 веку выродился если в Англии это шло по совершенно другому пути во многом связанному с демократическим устройством государства то в России это вот великосветская шваль вот это порядочные люди избегали с ними с ними иметь дело вот но влияние двора было всегда всегда очень сильным недаром вы наверное знаете такое определение поставщик императорского двора то есть это лучшие товары лучшее все что связано вот такой был царедворец Кутузов его не любили в армии потому что он был вот настоящий царедворец и готов был в любой момент значит полистить государю и даже изменить своим планом военным хорошо теперь мы переходим к народу как вообще народ оценивал женщину власти я огромный материал прошерстил в этом смысле конечно женщина на троне безусловно нонсенс ошибка суждаемое явление сколько свадеб и дни рождения разрушались по первой же минуте когда произносился тост который увидит да здравствуйте семидесячую государственную императрицу хотя она и баба и после этого народ разбегался потому что никто не хотел быть свидетелем оскорбления ее величества в этом дел просто десятки а возможно и сотни были не все доходили до тайной канцелярии но очень распространено как и масса пословиц соответствующие женщины тоже слабые как душой телом умом значит у бабы волос долг а ум короток за эту пословицу забирали народ сразу в тайную канцелярию потому что слово в 18 веке это было делом недаром отрезали язык чтобы уничтожить орган который это произнес горе тому дому которым владеет жена все таки заметим что владеет значит это было целовал я крест из-за величины его в солдаты не возьмут но и на царя нет на что бабе солдаты но это такое глумление даже можно представить в кабаке где и беспортошный наш жалователь вот ну я много чего тут вообще вычеркнул и не показывал вот в 31 году какая-то радость хорошо бы у нас был какой-нибудь царишку где императрица знать как мужской пол знать и бабе дело она будет такая же явица как наша приказчица и все будет воровать боярам а сама что знает и мы правда бояре воровали изо всех сил да в 37 в 39 году дело в общем так реально знаете видно что вот подмосковное село крестьяне пашут сели обедать крестьянин Кириллов говорит полят знатно для какой-то радости про здравие другой крестьянин спрашивает какой радости это быть на что Кириллов отвечает как же у нашей государыне без радости вы смотрите какой иронии в этом заложено она государыне земной бог и нам вели на ней государыне молиться на что Карпов избранился мисс такая она мать какая она земной бог ой и так далее читайте ой это 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 самое невинное что я вам вообще показываю что есть бабье дело если посмотреть по совокупности вот этих всех обвинений бабье дело некое определение обобщенной функции женщины в обществе это я так научно выражаюсь после анализа всего что сказано предполагающее несерьезность ограниченность невежество слабость глупость а за полный развал такого дела при этом это говорят люди мужчины которые сами полное ничтожество которые многим женщинам в подметке не годятся по многим критериям но вот то что он в штанах это его делает якобы исключительным факт принадлежности верховной власти женщине вдовице способствовал очень важный момент сознание сакральности самодержавия плюс автохтонность династии романовых романовы не от рюрикович не оттуда не из-за границы а вообще каждый уважающий себя дворянин обязательно говорил что у него предки высшие высшие из немцев ну в крайнем случае из знатных мурсов по крайней мере знатных мурсов а здесь автохтонная мишку нарали как значит написали говорили о выборе Михаила Романова казаки мишку нарали и к этому еще добавляется верховная власть у женщин и сакральное сакральное самодержавие очень сильно разрушается и ну конечно эпоха способствует но вот этого уважения к верховной власти еще символизирующей женщину то есть выраженной женщине очень сильно вредило и в дальнейшем то что русские императрицы не состояли в браке это придавало вообще особую скабрезность именно на этом построены все вот эти следственные дела ну примерно если у нее муж хотя прекрасно знали что мужа нет но нужно было сказать если мужа нет то кто ее гребет ну и попехивает ну и так далее разные разные другие да причем непристойные выражения они не в деле не фигурировали на отдельных записочках и и можно было вот допустим написано гребет императрицу ему значит ссылка язык урезать ссылка нерчинск серебряные родники а греб перегреб смертная казнь и определить было невозможно пока я несколько записочек не нашел которые сохранились одним словом да вот явление Пугачева обратите внимание что ну что это не просто там классовая борьба или там казачество а это вообще муж избежавшей смерти жены при любодейке и узурпаторше недаром портрет его рисовали на портрете Екатерины вот до сакрализации власти и это лежит в основе дворцовых переворотов потому что вот охрана солдаты я уже должен кончать сейчас я да значит наблюдали наблюдали жизнь изнутри солдаты стоящие 400 солдат во дворце стояло в разных местах они видели вот эту жизнь двора со всей непристойностями там с драками и прочим и у них не было такого отношения сакрального отношения как было у простого народа хотя с другой стороны я вам хочу сказать что никогда русская власть не была сакральна для народа два правителя которых были сакральны это Иван Антонович и Петр Третий первый сидел 20 лет за то что православие поддерживал как считалось в народе а второй значит Петр Третий и другое сакральность от страха о чем я в прошлый раз вам говорил вот вот интересная история часового Василия Степанова вот он значит стоял на посту в спальне императрицы и его значит на крыльце и императрица вместе с Разумовским зашла в спальню и он решил что они там блуд творят слышал я как в палате доски застучали меня взяла дрожь и я хотел примкнув штык Разумовского заколоть и означенного лакея который его отгонял прикладом ударить только я испужался позже он показал что не знаем от чего испужался вздумал он Степанов означенного Разумовского за то что он и Разумовский с императорским величеством блуд творят убить и далее а заколовший Разумовского хотел он его величеству донести что он того Разумовского заколол за то что блуд творил и уповал он Степанов что его императорское величество ему ничего не сделает вы понимаете какая каша у него в голове потому что эта каша противоречие между символическим телом сакральным телом и физическим телом императрицы что с одной стороны для него она табуизированная персона которую он должен согласно уставам и присяге охранять а стал несомненным свидетелем полового акта императрицы женщины и фаворит это Саитий воспринимал Степанова как преступление как насилие как сексуальное нападение на священную особу самодержица от разного рода насилий ему и надлежало защищать государство а отникшие противоречия не укладывалось его в голове и он неведомо чего испужался потому что его раздирало вот это противоречие которое неразрешимо для него еще нехарактерно конечно он плохо кончил но не важно более того поступки государин начинают служить образцом девиантного негативного зазорного поведения которое осуждается общественной моралью но который распространено в обществе повсеместно повсеместно он матрена Денисьева мы грешницы бледуем но и всемилостивые государыне живут блудно Елизавета я такая же государыня это является образцом как бы девиантным образцом поведения что если царям такое позволено то уж тут нам простым людям о чем вообще речь десятки следственных дел главные четыре темы которые жутко волновали людей это как у нас в Питере такая есть газета журнал тайны звезд где все эти смакуются все эти подробности и какие подробности интересуют предшествующие нынешняя блудная история правящей монархи персональный состав любовников это тоже все обсуждается тайны беременности императрицы судьбы бастардов по русски выгодков называли и наконец разнообразные альковные происшествия во дворце проводимые приводимые с красочными подробностями вы знаете эти красочные подробности настолько замечательны что по ним можно вот как бы скатеротическую часть отставить представить себе антропологию жизни двора очень ярко как это все это как бы является как вот в фильмах вторым планом о эротической истории на переднем плане и ну когда смотреть этот второй план то очень много интересных подробностей ну там не знаю значит самый невинный печник значит а не печник тот истопник и соседней в соседней соседней укладывает дрова и слышит как значит это его профессия касалась поэтому так запомнилось как государь не говорит что-то меня тошнит значит а ей кто-то другой голос говорит ты наверное государа не угорела а другой голос говорит да полную государы не угорела а государы не чревата ну а его примерно в таком вот духе много очень каких-то таких черт а вообще с этими истопниками известно когда в Швеции на Екатерины была попытка переворота удачный переворот офицеры пришли короля шпагу отбирать и только истопник защищал своего короля бросая в них полень и они долго не могли его схватить то есть вот люди которые там внутри они в своих проявлениях очень много говорят о зонтропологии ну за это понимаете вообще казнили людей и все эти разговоры приводили к самым печальным следствиям и я когда писал эту книгу в политическом сыске сейчас она переиздана в новом издании то я с этим просто даже сжился и даже хотел посвятить книгу доносчикам русской истории потому что исключительно все в доносах ну значит да и наконец последний манифест 1797 года Павла Петровича навсегда покончил с как бы сказать с женским правлением навсегда запретил женщинам быть власти хотя можете посмотреть да вот я на этом и закончу спасибо большое если какие есть вопросы я отвечу потому что эта тема бесконечна да да включи биллинг так работает все было ли пространство ритуалы церемонии где бы женщины вот принимали приписанные маскулинные символы то есть наоборот что-то вне двора пожалуй только верховая езда Екатерина вела мужское седло обычно ну знаете женские седла маскулинные нет пожалуй интересный вопрос я подумаю я подумаю ну знаете как замечательно мой коллега говорит мы историки критика источников должна быть особенно тщательной потому что по всем 99% источников написано мужчину да я не могу я пока это говорил я думал нет я подумаю спасибо за вопрос да вы хотели да 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 включите пожалуйста а вот можно спросить а вот насколько отношение которое складывалось к русским правительницам со стороны общества соотносилось с какими-то общеевропейскими тенденциями то есть тем же правительницам в Европе к примеру английской королевы Анны Марии Терезии вопрос очень интересный ну вообще вы знаете возьмите все-таки навсегда такой принцип Англия это не Европа вот как это у них написано опять континент скрылся в тумане вот она она источник она источник демократии просвещения как всегда говорят французские просветители а где это они вообще нанюхались да это все в Англии поэтому в Англии это особо да то есть правление Елизавета Первой значит королевы девственницы обратите внимание это тоже очень существенный момент что королева девственница а потом уже просто наличие консортов мужей которые были при королевах и до сих пор это да вот и и даже помню этот самый один из да одним словом это особый институт что же касается других государств то конечно правили и Мария Терезия и и многие другие правительницы я не очень хорошо знаю но наличие консорта вообще обязательно в принципе как мне представляется во Франции например там была сложная система королевы никогда не было или почти никогда но зато был институт институт фаворитов фавориток причем такой развитый что каждая новая фаворитка представлялась королеве и недаром вот во время семилетней войны люто ненавидели Фридриха второго потому что он все время потешался над тремя юбками помпадур Елизавета Петровна и Мария Терезия потому что помпадур очень сильно влиял на политику и вообще вот роль женщины допустим французской монархии неформальная была очень велика чрезвычайно велика особенно в эпоху там Людовика 14 и тому подобное вот поэтому с точки зрения европейских принципов в России ничего глядя из запада не происходило никаких катастрофических перемен а с точки зрения изнутри России это был нонсенс это было ненормально я не могу сказать что власть женщин в западной Европе таким же образом осуждалась народом как в России может потому что я вообще плохо этот материал знаю но в России в этом шовинистическом обществе это особенно было заметно и ярко вот что еще в Польше женщины никогда не были у власти в Испании там тем более ну было при основании испанского государства там Изабелла но опять же она не была одной у власти совместные правления довольно часто бывали но но уже в девятнадцатом веке это начало как-то стираться и мы знаем ну про Англию я уже не буду говорить про эпоху нынешней правящей Елизаветы но этих сюжетов не возникало никто в Англии не сомневается в достоинствах правления Елизаветы второй и это вообще даже в голову никому не приходит потому что ну во-первых она умнейшая женщина во-вторых есть традиции уважения к власти и вообще это непристойно обсуждать такие вопросы вот да пожалуйста еще да громче встаньте громче чтобы слышались ну может быть вы опоздали на начало лекции я как раз говорил о том что ну вы видите там есть известные противоречия есть богоматерь есть святые святые женщины которые как бы входят в пантеон это вообще вполне естественно но обычное отношение священничества к женщинам но в лучшем случае она может быть попадьей вот или прислушкой да в церкви но речь о том что правда сейчас вот появилась возможность женщине получать теологическое образование но это только в Москве по-моему в одном месте но это все равно ни к чему в систему культа это никак не входит и движение и незаметно и вряд ли вообще вряд ли вообще будет я думаю даже светское государство в этом смысле опережает и будет опережать потому что роль женщины все равно очень велика в нашем обществе и в этом смысле церковь никак я вообще что-то знаете никаких посылов в этом направлении не слышу а те старухи которые портят нам настроение когда заходят женщины в церковь а они ну знаете там в юбке и там в брюках почему Богу нельзя в брюках молиться почему обязательно нужно повязываться что за глупость а главное зачем оскорблять людей которые входят вот и это и мне иногда кажется я вот в Питере это вижу что вот вот это коммунальное коммунальное бытие оно отражается вдруг в таком виде в виде окриков и всего прочего вообще я люблю нас да у меня такой вопрос по поводу царевны сотни людей она интересна в данном контексте вашей лекции интересна тем в какой социальной церкви появляется сотня Алексеев она имеет образование с одной стороны и с другой стороны существует феномен стримецких протяжей целью проведения нацисков это я не стал подробно это как бы расширение лекции но смысл действительно состоит в том что во первых она получила хорошее образование благодаря киево-могилянской школе людей которые были при дворе которые принесли из киево-могилянской академии культуру вообще если вы заметите что петровские иерархи церкви в основном были киево-могилянской да и так недалеко отсюда можно сказать Тобольске стоит там два памятника Лещинскому поляку который христианизировал вообще Сибирь и вот они памятник неправильно сделают потому что там есть эпизод в его житии когда он с крестом стоял в лодке его дня два дня тунгуса не пускали и стрела пронзил руку с крестом вот такой символ да вот и она очень получила хорошее образование она пришла к власти благодаря и своим честолюбию своим способностям своим связям и и все бы было хорошо значит только у нее был один серьезный недостаток у нее не было программы понимаете вот у Петра Первого была программа а когда есть начальник с программой то точно начинают подтягиваться люди которые входят в этот в этот поток и они откуда у Менщиков появился там и масса других людей новые русские так называемые а у нее не было программы она 7 лет правила и это была мышиная суета придворная то есть она не смогла преодолеть традиции жизни придворного терема и выйти на какие-то серьезные конечно не было трудно но все-таки ну и потом она не решила проблему Петра нет человека нет проблем она ее не решила вот и это ее была как бы трагедия вот то что у нее не было такой программы а так конечно она она вполне могла достойно править и какие-то начатки и даже деяния ее были несомненно пожалуйста еще кто хочет ну вы уже утомились да ну спасибо вам спасибо огромное давайте давайте все поможем спасибо